Боже, в этой республике благослови, дай мудрости, Господь, как там построить церковь Твою, служение, Господи, во имя Иисуса Христа, благослови, Боже, церковь в Казахстане, в Булаево, в Молдове, благослови, Боже, спаситель наш, во имя Иисуса Христа, благослови все служения, Господь, которые сегодня будут проходить там, Боже, посети, Боже, народ Твой, Господи, во имя Иисуса Христа, спаситель наш, благослови также церковь, в Василькуле, реабилитацию, которая там открылась, Боже, благослови. Устрой там все, Боже, Ты рукою своей во имя Иисуса Христа, Спаситель наш. Мы за все благодарим Тебя, мы славим Тебя, поклоняемся Тебе, Боже, в это утро. Просим, благослови сейчас это время, Боже, говори к нам, Господи, в сердца наши, меняй нас, преображай, Господи, научи нас милосердию Твоему, добродетели Твоей, Господь. Научи нас, Боже, сегодня, меняй наши сердца, преображай, Боже, чтобы мы могли отражать, Господь, Твою любовь, Боже, Твою милость, Твой характер, Господь, чтобы мы могли сегодня поступать так, как Ты поступаешь, Боже, мыслить так, как Ты мыслишь, Боже. Научи нас, Господи, словом Твоим, истинно Твоей, Господи. Мы за все благодарим Тебя, мы отдаем это время в руки Твои, Боже, уповаем только на Тебя, Спаситель наш, нуждаемся в Тебе каждый день, хотим прославить Тебя и поблагодарить Тебя, превозносим Тебя, поклоняемся Тебе, Богу истинному, верному, всемогущему, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Присаживайся, церковь. Присаживайся, церковь. И вот такой красота, что видишь ты, то дело рук Творца, Оставь свой грех, прийти, Христус, скорее, Чтоб не остаться в небе. Он для тебя творил и солнце, и луну Он для тебя творил и саполя, моря Он для тебя послал Спасителя Христа Тебе открыл он небеса О человек, о друг мой или брат Жизнь пролетит, как час или как шаг Настанет день, расстанемся мы с ней О, не останься в небе Он для тебя творил и солнце, и луну Он для тебя творил и саполя, моря Он для тебя послал Спасителя Христа Тебе открыл он небеса У тех дверей, где счастье и добро И в тех помине не было и зло Там нет вражды, там нет нужды И нет земной нам суеты Он для тебя творил и солнце, и луну Он для тебя творил и саполя, моря Он для тебя послал Спасителя Христа Тебе открыл он небеса А чтобы двери, где открыт ты смог Искорени и грех свои пород Останься сердцем и чист душой Спаситель хочет быть с тобой Он для тебя творил и саполя, моря Он для тебя послал Спасителя Христа Тебе открыл он небеса Он для тебя творил и солнце, и луну Он для тебя творил и саполя, моря Он для тебя послал Спасителя Христа Тебе открыл он небеса Тебе открыл он небеса Тебе открыл он небеса О Иисус, нет, краше, ничего Имени святого Твоего Твое имя, звук желанный Как елей благоуханный В храме Божьих детей Сладко для души моей Иисуса имя слав ко мне Покой и радость в нем в душе Люблю твердить его везде То имя Иисуса Иисус, тебе хвала, тебе хвала Неизменный навсегда, навсегда Славьте, славьте все устали То имя Иисуса Иисус, тебе хвала, тебе хвала Неизменный навсегда, навсегда Славьте, славьте все устали Иисус, тебе хвала, тебе хвала Иисус, тебе хвала, тебе хвала Ставьте, славьте все устали Иисус, тебе хвала, тебе хвала Иисус, тебе хвала, тебе хвала Как свято это имя мне, Прославлю в пламенной хвале То имя Иисуса. Иисус, тебе хвала, тебе хвала, Неизменный навсегда, навсегда, Славьте, славьте все уста То имя Иисуса. Иисус, тебе хвала, тебе хвала, Неизменный навсегда, навсегда, Славьте, славьте все уста То имя Иисуса. Славьте, славьте все уста То имя Иисуса. Слава Господу! Псалтырь 112, с 1 по 8 стих. Хвалите рабы Господни, Хвалите имя Господне. Да будет имя Господне благословенно отныне и вовек, От подхода солнца до запада, Да будет прославляемое имя Господне. Высок над всеми народами Господь, Над небесами слава Его. Кто, как Господь Бог наш, Который, обитая на высоте, Преклоняется, Чтобы презирать на небо и на землю, Из праха поднимает бедного, Из брения возвышает нищего, Чтобы посадить его с князьями, С князьями народа Его. Аминь. Давайте мы встанем. Давайте мы прославим нашего Господа. В этой молитве обратись к Нему, Поблагодари Его, Потому что Тебе есть за что благодарить. Дорогой Небесный Отец, Господь и Бог наш, Мы благодарны Тебе За этот новый день, который Ты подарил нам. Мы благодарны Тебе, Господь, За то, что Ты сегодня привел нас в этот дом, Чтобы мы могли стоять пред лицом Твоим И славить Твое Святое Имя. Будь благословен, Будь прославлен, Иисус Христос. Тебе вся слава, Тебе вся честь, Потому что Ты достоин принять ее, Потому что Ты великий Бог, Ты всемогущий Отец, И Тебе вся слава, И честь, и хвала. Будь прославлен и превознесен. Во имя Иисуса Христа Мы славим Тебя. Аминь. Во имя Иисуса Христа Во имя Иисус Христа Во имя Иисуса Христа Во имя Иисуса Прямо Ils И вошли, воздайте Господу славу и честь. Воздайте Господу славу и честь. Воздайте Господу славу, славу имени Его. Поклонитесь Господу, посвятилище Его. Возьмите Господу славу и воскребеет. И в грани Его все восхищает на славе Его. Воздайте Господу славу и честь. Воздайте Господу славу и честь. Воздайте Господу славу и честь. Воздайте Господу славу и воскребеет. Воздайте Господу славу, славу имени Его. Воздайте Господу славу и воскребеет. И в храме Его все посвящай, расслабляйте, воздайте Господу, сыны Божьи, воздайте Господу, славу и честь, воздайте Господу, дочери Божьи, воздайте Господу, славу и честь, воздайте Господу, славу и честь, воздайте Господу, славу и честь, воздайте Господу, славу и честь. Поздайте, Господу, Дочери и Божьи! Слава Тебе! Слава Тебе, Господь наш! Слава нашему Господу! Библия учит нас, сам Господь говорит, возлюби Господа Бога Твоего всем сердцем Твоим, всем разумением Твоим, всеми силами Твоими, всей крепостью Твоей. Братья и сестры, давайте мы сейчас сосредоточимся на нашем Господе. Пусть никакие суетные мысли не мешают нам славить Его, Он достоин хвалы. Бог наш, мы превозносим Тебя и хотим сказать Тебе, что мы любим Тебя, Иисус. Мы любим Тебя за то, какой Ты. Мы благодарим Тебя, Иисус, и превозносим имя Твое святого, и говорим, нет такого, как Ты, Господи. Нет подобного Тебе, Иисус. Нет дороже Тебя, Господи. Нет Тебя дороже Тебя роднее, кто сравнится может с Тобой, Иисус. Ты смысл моей жизни, и лишь Тебе источник, Ты мой самый верный и лучший. Нет тебя дороже, нет тебя роднее, Кто сравниться может с Тобой, Иисус? Ты смысл моей жизни, и лишь Тебе источник, Ты мой самый верный и лучший друг. Я люблю тебя, Иисус, больше всех на свете Быть с Тобой хочу, Иисус, жажду я Тебя, Твоей жертвою, Иисус. Я прощал навеки Тобой. Возлюблен, я люблю Тебя, Я люблю Тебя, Иисус, Больше всех на свете, быть с Тобой хочу, Иисус, Жажду я Тебя, Твоей жертвою, Иисус. Я прощал навеки Тобой. Я прощал навеки Тебя, Иисус. Я прощал навеки Тебя, Иисус. Тебе, Слава и Святой, и Святой, и Всевышний, Что могу воздать Тебе за все Твои благодеяния ко мне, Господи, только славу и честь, только славу и честь могу воздать, Боже. Тебе я доверяю, Тебе я доверяю, Тебя я расслабляю, И каждый день тобою Иисус живу. Я знаю, меня ты любишь, Всегда со мною рядом, В своих руках ты держишь всю жизнь. Тебе я доверяю, Тебя я доверяю, Тебя я расслабляю, И каждый день тобою Иисус живу. Я знаю, меня ты любишь, Всегда со мною рядом, В своих руках ты держишь всю жизнь. Я люблю тебя, Иисус, Я люблю тебя, Иисус. Больше всех на свете быть с тобой, прощу, Иисус. Жаль, что я тебя, твоей жертвой, Иисус. Я прощен навеки, тобой возлюблен я. Я люблю тебя, я люблю тебя, Иисус. Больше всех на свете быть с тобой, Иисус. Жаль, что я тебя, твоей жертвой, Иисус. Я прощен навеки, тобой возлюблен я. Я люблю тебя, Иисус, Я люблю тебя, Иисус. Больше всех на свете быть с тобой, прощу, Иисус. Жаль, что я тебя, твоей жертвой, Иисус. Я прощу, Иисус, Я прощу, Иисус, Я прощу, Иисус. Я прощу, Иисус, 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 Я прощу, Господи, я благодарю Тебя за любовь Твою Ты поднимаешь меня, Отец, Ты поднимаешь меня от всей суеты, Господь От всего этого бремени, от всего этого ненужного, Господь, что так приземляет меня Господи, в Твоем святом присутствии я обретаю покой В Твоем святом присутствии я нахожу любовь, я нахожу утешение Господи, Ты так нужен мне В Твоем святом присутствии В Твоем святом присутствии В Твоем святом присутствии тают горы В Твоем святом присутствии В Твоем святом присутствии В Твоем святом присутствии Дают горы В Твоем святом присутствии В Твоем святом присутствии В Твоем святом присутствии Дают горы В Твоем святом присутствии Дают горы проблем, горы греха, Горы беды и неудачи от Твоего лица дают горы. Горы проблем, горы греха, Горы беды и неудачи от Твоего лица дают горы. Горы беды и неудачи от Твоего лица дают горы. В Твоем святом присутствии, Господь, Я очищаюсь, Отец. В Твоем святом присутствии, Господи, Мое сердце обновляется. Господи, я научаюсь любить от Тебя, Отец. Я научаюсь прощать, Господи. Я научаюсь принимать от Тебя. Прости, если я что-то делаю не так, Господи. Но ты так нужен мне, только потому что с Тобой я могу идти. В Твоем святом присутствии, Господи, Горы беды и неудачи от Твоего лица дают горы. Горы проблем, горы греха, горы беды и неудачи от Твоего лица. Горы греха, горы беды и неудачи от Твоего лица дают горы. Горы проблем, горы греха, горы беды и неудачи от Твоего лица. Иисус говорит, придите ко мне, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Господь мой, по слову Твоему, мы в присутствии Твое, мы пришли к Тебе, к Тебе одному. Господи, с нашими трудностями, с нашими переживаниями, проблемами, мы просим у Тебя с нашими болезнями. Помоги, Господь, мы знаем и верим, Ты всемогущий, нет ничего невозможного Тебе. Призри на нас, мне так хорошо быть в Доме Твоем, Господь. Мне хорошо в Доме Твоем, мне хорошо с Тобой Твоем, мне хорошо, Иисус, в Доме Твоем. Мне хорошо, Иисус, в Доме Твоем. Мне хорошо, Иисус, в Доме Твоем, мне хорошо, Иисус, в Доме Твоем. Мне хорошо, Иисус, в Доме Твоем, мне хорошо, Иисус, в Доме Твоем. Мне хорошо, Иисус, в Доме Твоем. Мне хорошо, Иисус, в Доме Твоем, мне хорошо, Иисус, в Доме Твоем. И каждое сердце, которое жаждет Тебя сейчас, на Бог, как Он Твоем, святый, мы жаждем Слово Твоего сегодня, Господи, который будет исцелять нас, который будет исцелять нас, который будет исцелять нас, мы жаждем Слово Твоего, Господь. В Доме Твоем, мне хорошо, Иисус, в Доме Твоем. Господь всемогущий, благодарим Тебя, Господь, что мы имеем сегодня, будь в Доме Твоем. Прославляйте имя Твое, Господь, Бог наш. Спасибо Тебе, Господь. И Ты один, Бог, достойный всей славы. Благодарность Тебе, всемогущий Царь наш. Аллилуйя. Слава Господу, дорогая церковь. Прекрасно быть в Доме Божьем. Аминь. Хорошо сегодня иметь. Мы сегодня с братьями так сидели, думали, как хорошо, что у нас есть свой дом. Дом молитвы. Теплый, уютный, красивый. Правда ли? Слава Господу, Вы знаете, что в наше время за все отвечает серебро, как сказал мудрый Соломон. И наш дом также еще по-прежнему нуждается в небольшом ремонте, наш дом также нуждается в уходе, также коммунальные платежи и так далее. Но слава Господу за нас, братья и сестры, слава Господу за вас, что мы имеем сердца жертвенные, что мы можем жертвовать от нашего имения, и мы можем жертвовать от того, что мы сегодня приобретаем. Слава Господу. И давайте сейчас будем в этой песне жертвовать для Господа, у кого что есть на сердце, будем приносить в Дом Божий, будем приносить в Дом Хранилище. И пусть Господь каждого из нас благословит. И если ты сегодня ничего не взял, у тебя ничего нету принеси, ничего страшного, скажи своему соседу, одолжи капусту. Жертвуй, что есть у тебя на сердце, принеси в Дом Божий, чтобы в Доме Божьем всегда было пища. Аминь. Слава Господу. И пусть тебя Бог благословит. Давайте с радостью жертвовать. Спасибо за спасение, за дар вечной жизни. Буду ходить пред лицом Господним на земле живым, И посвящать о делах Господних, о чудесах твоих. Ибо душу мою ты спас от смерти, очи мои от слез, Ноги мои от преткновенья, Царь мой Иисус Христос. Ибо душу мою ты спас от смерти, очи мои от слез, Ноги мои от преткновенья, Царь мой Иисус Христос. Превозгласить Тебя и славить буду вновь и вновь, Благодарить Тебя вовеки за Твою любовь. Ибо душу мою Ты спас от смерти, Очи мои от слез, Ноги мои от преткновенья, Царь мой Иисус Христос. Ибо душу мою Ты спас от смерти, Очи мои от слез, Ноги мои от преткновенья, Царь мой Иисус Христос. Нету других богов на свете, Только ты один. Ты повелел и солнце светит, Грей тепло в своих. Ветер в местах шумит листвою, Птицы в любве поют. Я жажду встретиться с тобою, Я этой встречи жду. Ибо душу мою Ты спас от смерти, Очи мои от слез, Ноги мои от преткновенья, Царь мой Иисус Христос. Давайте все вместе! Ибо душу мою Ты спас от смерти, Очи мои от слез, Ноги мои от преткновенья, Царь мой Иисус Христос. Ибо душу мою Ты спас от смерти, Очи мои от слез, Ноги мои от преткновенья, Царь мой Иисус Христос. Царь мой Иисус Христос. Ты наш Царь Господь! Царь мой Иисус Христос. Дорогой наш Господь Иисус Христос, Мы величаем Тебя и прославляем. Славим Тебя наш Господь от наших сердец, Поем Тебе эти песни, Возносим наши молитвы, Господи, Благодарности, покаяния, Господи. Все пред Тобой, Отец наш Небесный. Мы очень жаждем встречи с Тобой, Господь наш, Сегодня на этом месте мы хотим пережить, Боже, Твое прикосновение, Чтобы и каждое сердце, Боже, Оно сегодня пережило вот эту теплоту, Твою нежность, Господь, Потому что Ты самый лучший друг, Ты самый лучший Отец, Ты тот, кто никогда не оставляет и не покидает. Мы благодарны Тебе за это, Господи. Сегодня пусть Твоя благодать Наполнит каждое сердце, Пусть сегодня Твое Слово будет живое и действием в наших сердцах, В наших жизнях, Господь. Пусть оно проникает в наши жизни, Господи, Меняя, преображая. И пусть Твоя сила, Господь, Освобождает сегодня каждого, Кто нуждается в этом, Господь. Пусть придет исцеление И тело, и души, и духа. Благослови, Господь, Иисус, Чтобы мудрость пришла в жизнь того, Кто нуждается в Божий. Благослови, кто ищет ответ Божий, Пусть придет ответ скорый. От Тебя, Господи, Кто сегодня нуждается в освобождении, Боже, даруй освобождение, Боже, Совершай свою великую работу в наших собраниях, Господь. Благослови, Боже, святый. Мы на Тебя лишь уповаем, Господь. Мы не строим свое царство. Мы, Боже, ищем Твои воли. Мы хотим, Господи, чтобы Ты царствовал посреди нас, Чтобы Ты совершал свою великую работу, Господи. Слава, честь Тебе и хвала, Господи. Мы просим, благослови весь ход этого служения. И пусть сегодня Твое благословение, Господи, Обильно распространяется посреди нас. Мы Тебя любим, мы Тебя славим, За все Тебя благодарим, Великого всемогущего чудного Бога, Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, Да святится имя Твое, Да приидет Царствие Твое, Да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, Подавай нам на каждый день, И прости нам долги наши, Как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, Но избавь нас от лукавого, Ибо Твое есть Царство, И сила, и слава во веки. Аминь. Слава Господу! Поприветствуйте друг друга, Пожелайте что-то доброе, хорошее, Благословите. Слава Иисусу Христу! Занимайте места. Слава Господу! Можем сказать, нет? Слава Иисусу Христу! Жив Господь! Сергей, правда? Жив Господь, Бог наш живой! Аллилуйя! Никогда не забывайте об этом, Что наш Бог живой! Жив Господь, жива душа моя! Слава Иисусу Христу! Сегодня позавтракали, хорошо, нет? А? Кто хорошо позавтракал? Что-то мало вас. Не кушаете по утрам? А духовно кто поел сегодня утром? Кто позавтракал? Еще меньше. Но тогда я хочу поделиться своим завтраком сегодняшним, Чтобы вы сегодня тоже позавтракали. Пожалуйста, притчи, 18 глава, 24 стих. Надо кушать, братья и сестры. Это очень полезно для нашего духа, Чтобы утром мы обязательно, что? Позавтракали. Открыли Слово Божье. И чтобы Господь говорил в наше сердце. Аминь. Это очень важно. Итак, кто хочет иметь друзей, То ты сам должен, что? Аминь. На это скажем, нет? То ты сам должен быть дружелюбным. И бывает друг более привязанный, нежели брат. Это правда. Так вот, если ты хочешь иметь друзей, Побольше друзей, То ты должен активно, активно проявлять свое дружелюбие. Пусть Господь благословит. Чтобы не было вопросов, Я думаю, что это слово, оно не пустое. Оно сегодня звучит конкретным людям, Которые, может быть, в своем сердце уже возраптали, Что нет друзей, ко мне никто не звонит, Ко мне никто не приходит, Ко мне никто не подходит. Самое время начать проявлять, что? Дружелюбие. Ты начинай. И у тебя сразу появится круг друзей. Аминь. Аминь. Вот так сегодня я позавтракал. Слава Господу. Бог благословил. Я стараюсь быть дружелюбным, Но очередной раз еще, Вот получив это слово, Буду еще стараться более-более быть дружелюбным. Чего и вам желаю. Благослови вас всех, Господь. Сейчас у нас есть время для свидетельств. У кого есть свидетельства, Рассказать о том, как Бог действует, Работает в его жизни. Пожалуйста, у вас есть прекрасная возможность Прославить Господа. Здравствуйте, дорогая семья, Дорогая церковь, друзья. Мы недавно ездили в Исселькуль. У меня муж там жил. И мы поехали. И у него остались там одноклассники, Друзья. Мы поехали именно в семью Яцыных в гости. Знаете, это для тех, наверное, Кто не имеет друзей, Но хочет их завести. Мой муж не видел одноклассника. Ну, наверное, как со школы. Вот они отучились и все. Он женился. У него жена. Жена с двумя высшими образованиями. Работает в колонии. Там есть тюрьма в Исселькуле. Преподает математику, физику. Ну, вот такие. И они, он, одноклассник, Пригласил нас в гости к ним. Сходите в баню. Ну, мы пришли. Я смотрю, его супруга такая серьезная. Она настроена так на нас уже. Ну, недружелюбно смотрю. Я сижу так скромненько, жду, Пока мой муж придет. Мы с собой взяли гитару, Всю семью, Песни наши. И все. Дождались их. Сели она там за стол, Нас пригласила. Ну, и она так настороженно Нас смотрит, изучающая. Она нас изучает. Ну, и мы тут запели. И запели псалмы. И, ну, такие песни второго хора, Что поем, И песни возрождения разные. И прославление, и поклонение. Нас там как понесло. Ну, представляете, Вообще у мирских людей Первый раз нас позвали. Я смотрю, она такая заулыбалась. Ну, и мы тут время уже. Ну, мы, наверное, нам пора. Она такая, нет, я вас не отпущу. Мы такие вообще в шоке просто. Она, спойте еще. Я сейчас чайник поставлю. Ну, пожалуйста, еще, говорит, попойте. Ну, мы еще остались. Ну, и, представляете, она к концу уже вечера такая счастливая, улыбается. И мы тут еще ее, ну, как бы благословили и помолились за всю семью. Смотрю, у нее в глазах, ну, просто слезы застыли. Ну, человек, представляете, такая, ну, вот она в колонии работает, и у нее такое железное, можно сказать. И она такая, спасибо, что вы пришли. Мы приехали в пятницу, и в субботу они уже звонят оттуда. Приезжайте еще, пожалуйста, приезжайте в гости, мы вас всегда ждем. Ну, я думаю, что нам всем надо сходить к нашим друзьям, к нашим, может быть, одноклассникам, пускай они даже не верующие. Я думаю, они будут ждать вас, если вы придете со Словом Божьим, с песнями, может быть, а может, и просто поговорите. Слава Господу. Слава Богу. Пожалуйста. Сергей, да, ну ты выходи, пожалуйста, вам сначала, а ты поближе сюда уже, чтобы был готов. Здравствуйте, дорогие церковь и братья и сестры. Я немножко волнуюсь, немножко волнуюсь. В общем, вы знаете, что у нас 7-го числа был праздник рождественский. Я мать пятерых детей, они по очереди приезжают ко мне. И вот один последний сын у меня, Саша, остался, не приехал. Ну, вот на рождество я его приглашаю. Сынок, приезжай, посидим, ну, пообщаемся. Ну, мой сынок, как не смог, собрался и поехал ко мне. Звонит и говорит, мама, я выехал. Ну, я, как всегда, к иконе стала просить Бога, чтобы они доехали благополучно. Нету и нету, нету и нету. Я уже начинаю волноваться, выхожу на дорогу, туда-сюда. Продолжаю волноваться. Вот они подъезжают, часа через полтора. Мои дети бледные все, двое внуков, девочки 12 и 9 лет, Сноха и Сашенька. Я говорю, Сашенька, что случилось? Он говорит, мама, нас сегодня Иисус спас от смерти. Я говорю, как это так? Он говорит, поворачивая на Кормиловскую дорогу, на нас из-под фуры выскочила иномарка. Я, говорит, мама, закрыл глаза и сказал, Господи, помоги нам, спаси мою семью. Фура проскочила в одну сторону, а мы, говорит, проскочили в другую. Я остановился, говорит, минут 15-20 стоял, не мог здесь за руль. И вы знаете, у меня произошло такое состояние, что я слегла и не могла встать до вчерашнего дня. Вчера я просила Бога, чтобы Он мне дал здоровье, и подняться, и приехать в церковь, и поблагодарить Бога Иисуса Христа за то, что Он спас меня и мою семью, моих детей. Слава им. Слава Богу, Бог живой. Здрасте, дорогая церковь. Меня зовут Сергей, Сергей, моя фамилия. Ну, в общем-то, первый раз в жизни микрофон в руках держу, так что маленько волнуюсь. В общем-то, я бывший наркоман, игроман, алкаш. Ну, там много, знаете, плохого там во мне там скопилось. И вот как-то это, стучался Господь, много раз стучался в мое сердце. Только, может быть, я даже и не слышал его, да. И вот дело было на Пасху, да. Иду я, смотрю, стоит Денис Викторович. Ну, думаю, подойти поздороваться. Заглядываю к нему в глаза. Ну, там, знаете, вот реально не он, и глаза были, правда, Денис. Он говорит, ну, когда ты к нам? Ну, я говорю, не знаю, я еще не готов, ну, где-то, что ждешь-то? Вот, знаете, мне как это по голове стукнуло, да. Даже сейчас, я думаю, что я быстро слышу мурашки. И это, выхожу, да. Ну, как-то, знаете, стыдно. Вот так вот жене говорю, говорю, так и так. Она говорит, ну, а чего ждешь-то? Ну, вот, 29 июня как раз уже на день рождения покаялся. Ну, в общем-то, может быть, подарок это такой был, да, Яр? Ну, в общем-то, ну, и меняет, да. Господь реально меняет мою жизнь. То есть много того, чего было плохого, он просто вычеркнул из моего сердца. Вот, ну, была у меня проблемка с табакокурением, да. Ну, слава Богу, слава Богу. Здравствуйте. Когда Сергей покаялся, Вадим сказал, чтобы ты, Ира, ему помогала. Я думаю, как? И вот через неделю, когда приезжал Александр Гусев, и песня там мимо пожарища такая звучала, да, и там, так я задумалась, что правда, мы прожигаем свою жизнь не на то, что нужно, а душа искала Бога, оказывается. Она маялась, она у меня уже маялась вообще так, она просила меня, а я не понимала, что это происходило. И вот я покаялась, и сейчас у меня появилась жажда, жажда Бога. Я не понимала, что это такое, а теперь она есть. Я все время хочу идти сюда, я хочу слышать слово, читать его. Он наполняет меня. Слава ему, слава, слава. Слава Богу. Бог спасает. Кто еще? У меня тоже на автомобильную тему. В Рождество была погода такая, водители поймут, снежок на дороге, его не убрали, и скользко так. Еду уже вечером, человека высадил во дворе, заезжаю на обочину, ну, чувствую такой хлопок, и педаль тормоза пропала, провалилась просто-напросто, ну, и загорелся значок. Ну, звоню брату одному, а он недалеко в центре работает, он говорит, ну, скорее всего, тормоза пропали. Ну, говорит, давай на ручнике, езжай ко мне тут, посмотрим. Ну, добрался на него, ручники, ну, страшновато все равно ехать без тормозов, когда непонятно откуда кто выскочит, ну, дворами как-то пробрался до него, мы с ним посмотрели, он говорит, тормозной шланг лопнул у тебя. Ну, и как сюда мы сидим с ним, чай пьем, такое братское общение, хи-хи, ха-ха, смешно. Он говорит, а представляешь, это вот мы сейчас смеемся, а действительно последствия могли бы быть страшными, а если бы это произошло на скорости, а если бы это произошло на светофоре, тормоза резко бы пропали бы, и непонятно, что бы было бы. И мы с ним разговариваем так, я говорю, ну, это правда, действительно, Господь не хотел ничего, чтобы случилось, Он просто хотел, чтобы в этот день Рождества мы с тобой встретились, помолились, пообщались как-то. И действительно, в Библии Иисус сказал, что ни один волосок не упадет с головы нашей. Это действительно так, Господь нас хранит. Слава Ему вечная. У меня два свидетельства. То, что когда мы уехали на дружескую встречу, я молился, чтобы Господь дал нам хорошее место, и Он дал нам третье. И еще то, что Господь помог нам, ой, помог мне, ну, четверть закончить без троек. Молодец. А у нас то, что мы также ездили на дружескую встречу, и мы молились за первое место, и мы его заняли. Это два места, да, у Ниеми? Первое и третье. Надо в следующий раз еще второе забрать, и будет вообще нормально. Полный комплект. Одно свидетельство еще. Давай, Семь. Когда мы ездили на дружескую встречу, то тогда мы собирались в кружки. Первый раз у нас было по-библейски векторинах. Это было, конечно, очень сложно, потому что там надо было отвечать на вопросы из Библии, а некоторые были не готовы. Мы на несколько вопросов не отвечали. Мы просто, можно сказать, думали, что мы займем последнее место. Мы молились, и вот мы отвечали на два вопроса, только не ответили. В спортивной части побеждала всегда команда наша противная, и тогда мы заняли третье место, а вот вторая наша команда, Ниеми, заняла первое место. Я очень благодарна Богу, что мы на дружеской встрече заняли первое и третье место. Слава Богу! Да, пожалуйста, Тони. Приветствую, дорогая церковь. Хотела бы рассказать о моей семье. Больше 10 лет молюсь за родителей, за брата, за сестру. Ну, как бы явных плодов таких еще не видела. Брат был в центре, но ушел. И недавно мама как-то звонит, говорит, пришла с магазина, такая немножко недовольная, говорит, чуть меня не обманули, там неправильно сдачу дали. Я говорю, неправильно дали мне сдачу. Давай, говорит, с ней все пересчитывайте. Говорит, я забыла назвать ей пачку чая, что я еще взяла в пакете лежит. А домой, говорит, прихожу, смотрю, пачка чая лежит. А я молчу, думаю, какая у нее реакция будет. Она такая, говорит, а самой, говорит, сердце-то на сердце так плохо, пойду верну, говорит. Пошла, вернула, звонит мне опять. Говорит, ну все, вернула. Говорит, представляешь, пришла домой, вернула пачку чая, через буквально через полчаса приходит, говорит, ко мне купила дрова недавно, парень, который дрова купила, и возвращает мне 2000. Я, говорит, понять не могу, а за что 2000, цена везде такая. Он, говорит, ну вот, просто решил с вас только не брать. И, говорит, я понимаю, что я вернула пачку чая, а Бог меня благословил еще двумя тысячами. И все, с этого момента, она говорит, там у нас еще в поселке началась домашняя группа, слава Богу. И, говорит, все, когда-то там в какого-то числа приезжает, то там петь будет, пойду обязательно. Вся такая уже загорелась. Слава Господу. Слава Богу. Давайте мы поблагодарим Бога, прославим Его за чудные дела Его. У Бога нет мелочей, правда? И у нас их тоже не должно быть, потому что надо во всем видеть руку Божью, замечать Его милость, Его благословение, и всегда с благодарным сердцем обращаться к Нему. Помолимся и Бога поблагодарим. Отец наш Небесный, великий Бог, мы благодарны Тебе за чудную любовь Твою, Господь, за то, что Ты живой, за то, что Твоя рука святая всегда с нами, Господи, за то, что мы можем обращаться к Тебе в любом месте и в любое время, Господь Иисус, и Ты услышишь, и Ты ответишь, Господь. Хвала Тебе, честь и слава, что Ты хранишь, защищаешь, даешь радость, и что, Боже, никогда не покидаешь нас, Господь. Хвала Тебе, Иисус Христос, мы превозносим Тебя и славим чудного Бога, Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Слава Богу. Пожалуйста, детей приглашаю сюда вперед, мы будем молиться, благословлять вас, просить, чтобы Божья мудрость была в вас. У кого маленькие детки, пожалуйста, тоже выносите вперед. Очень важно молиться за детей. Слава Богу. Детки, ну что, кто расскажет стих из Библии? Пожалуйста. Римлянаму 1,16, ибо я не сажусь в их стволах все, потому что она есть сила Божия, воскресенье всякому верующему. Молодец, благовествуй. Ирия Митрия 33,3, воззови ко мне, и я отвечу тебе, Дииме 33,3. Молодец. Кто? Всегда в молитве и просцени с благодарением открывайте свои желания перед Богом. Давай еще раз. Мам, всегда в молитве и просцени с благодарением открывайте свои желания перед Богом. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Слава Богу. Давай еще одно. Дети, будьте послушны родителям во всем, ибо этого блага угодны Господу. Колоссянам 3,20. Ну, давай, пожалуйста. Все. Молимся. Благодарим Бога за эти чудные подарки от Господа в нашей жизни. Это наши детки. Слава Иисусу Христу. Помолимся, чтобы Господь вел их, укреплял, благословлял, чтобы они познали только Божью любовь, не познали пути греха и беззакония. Отец Небесный, великий Бог наш, мы благодарим Тебя и славим за наших детей, Господи. Прославляем Твое святое имя от всей души благословляемых, Господи. Мы просим Тебя, чтобы Твоя рука была всегда с ними, Господи. Ты учи, наставляй, Господи. Дай нам, родителям, мудрости. Благослови преподавателей, Господь Иисус. Пусть, Боже, их жизнь будет сиянием, светом, радостью для нас, Господи. Благослови, Иисус Христос. Все будущее, Господь. Мы его не знаем, но Ты знаешь все, Господь. Пусть радость и мир наполняют их сердца. Мудрости дай, Господь Иисус Святый. И пусть благодать всегда пребудет с ними. Во имя Иисуса молимся, Отцу и Сыну, Святому Духу. Аминь. Будьте благословенны. Храни вас Господь. Занимайте места. Его мысли не наши мысли, И пути его не наши пути. Сам Господь их записал однажды, По которым нам должно пройти. Но как небо выше земли, Выше наших Божьи мысли Твои, Я склоняюсь у святых Твоих ног, Ибо Ты есть неизменный Бог. Горы сдвинутся, Холмы поколеблются, А милость Твоя не отступит. Твое слово Назад не возвращается, Ты исполнишь, что обещал, Я верю в Слово Твое. Он дает изнемогшему силу, Изнемогшему крепость дает, Говорит, всегда я с Тобою, И за руку Тебя ведет, А надеющиеся на Господа Обновятся в силе всегда. О, душа, успокойся, Рядом Бог не бойся. Горы сдвинутся, Холмы поколеблются, А милость Твоя не отступит. Твое слово Назад не возвращается, Ты исполнишь, что обещал, Я верю в Слово Твое. Горы сдвинутся, Холмы поколеблются, А милость Твоя не отступит. Твое слово Назад не возвращается, Ты исполнишь, что обещал, Я верю в Слово Твое. Доброе утро, братья, сестры, друзья, кто, возможно, сегодня впервые. У нас время для Божьего Слова, когда мы можем вникать в Священные Писания, размышлять над Божьим Словом. Я хочу сегодня предложить несколько текстов, и первый текст вместе со мной, чтобы вы могли открыть. Книга «Деяния апостолов», 20 глава, 35 стих. «Во всем показал я вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых и помнить слова Господа Иисуса. Ибо Он Сам сказал блаженнее давать, нежели принимать». Сказав это, Он преклонил колени свои со всеми и помолился. Посмотрите еще раз. Апостол пишет, «Во всем показал я вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых и помнить слова Господа Иисуса. Ибо Он Сам сказал блаженнее давать, нежели принимать». Вот из этого стиха мы видим с вами, можем взять для себя две истины. Первое. Мы должны поддерживать слабых. Вот если ты считаешь себя сильным человеком, духовно сильным, может быть, физически сильным или материально сильным, уверенным, то Слово Божие в первую очередь тебе говорит о том, что надобно поддерживать слабых, потому что, возможно, вокруг тебя есть люди, которые физически слабы, немощны. Может быть, духовно они находятся в таком в упадническом состоянии, слабом или материальном. И Слово Божье учит, что мы должны поддерживать таких людей. Аминь, друзья? Аминь. И второе. Помнить всегда слова Господа. Какие? Блажение давать, нежели принимать. И что заключается в этих словах? Или что хранится в этих словах? В этих словах говорится о счастье человека. Слово блаженный означает не просто то, что тебе хорошо, или настроение у тебя веселое, или радостное. Слово блаженный, оно говорится о сверх таком радостном настроении, о сверхсчастье, которое мы, наверное, ищем на этой земле. Быть счастливым. И Христос открывал нам эту тайну. Он говорил, что блаженство, или испытывать счастье человек может тогда, когда он дает. Мир этот говорит обратно. Он говорит, вы будете счастливы, когда вам дают, когда вы принимаете. Но Христос разворачивает картину по-другому. Он говорит, нет, блажение давать. И истина, о которой Христос здесь говорил, чтобы мы помнили эти слова. Поддерживать слабых и научились давать. Через это мы получаем благословение. Вы знаете, вот раз в год, наверное, минимум, я стараюсь говорить о материальном служении. Такая непростая проповедь, может быть, для нас, может быть, для вас. Неприятно всегда слышать, потому что когда речь идет о деньгах, когда речь идет о материальных каких-то благах, о благословениях, еще о том, что нужно давать, то всегда какой-то у людей настрой обычно. Ну вот, сейчас он будет, он начнет. И точно так же для служителей не всегда бывает это удобно и не всегда бывает это как с радостью мы хотим про это делать, потому что люди могут как-то негативно подумать. Но все же я как пастор, как служитель, я обязан возвещать всю волю Божью о том, что говорит нам Писание, что говорит Иисус Христос о материальном служении, чему учит нас Слово Божье, Библия. Поэтому я прошу, чтобы вы были еще раз внимательно. Вы знаете, но если вы посмотрите, проанализируете Библию, то вы можете увидеть, что о деньгах и о материальном служении, об отношении к деньгам и об отношении к материальным вещам Библия говорит намного больше, чем о молитве. Вот, например, слова касательно молитвы, их всего 655. 655 раз всего лишь Библия говорит нам о молитве. Но о деньгах 1365. В два раза больше. Только 40 притч Иисус рассказывает, около 40 притч, в которых Иисус показывает наши отношения к деньгам или к материальным благам. 40 притч. О чем это говорит? Это говорит о том, что наши отношения к деньгам, наши отношения к материальным благам, оно оказывает влияние или показывает наше духовное состояние. Насколько мы близки к Господу или насколько мы удалены от Бога. Ну, например, известная история, положительная история, история про Закхея. Вы помните, наверное, историю эту, кто читает Евангелие. Что в этой истории интересно? Ожил человек Закхей-мытарь. Целью жизни для него было обогащение. В принципе, этот мужчина добился в жизни всего. У него было достаточно много денег, но достаточно был свой дом, хорошие блага. Но мы читаем с вами в Библии, что чего-то в его жизни не хватало. Он переступал через многих людей, чтобы заработать. Ему было порой все равно, как вокруг живут другие люди. Он жил по принципу взять от жизни все и оторвать при любой возможности кусок пожирнее да получше. И мы читаем эту историю. Однажды они встретились со Христом. Закей влез на смоковницу, он хотел увидеть Христа. И он влез на смоковницу, просчитал путь, где должен был мимо проходить Христос. И Христос останавливается, обращается к Закей, говорит, Закей, я буду у тебя сегодня дома, я хочу быть у тебя дома. И Закей принимает Христа в свой дом. И так тоже происходит и в нашей жизни. Так бывает у нас у каждого своя смоковница, мы однажды на нее влазим, и мы принимаем Христа однажды в свою жизнь, в свой дом. И вы знаете, Писание говорит о том, что они сидят в доме у Закея, ученики, апостолы, еще другие люди, кто-то осуждает Иисуса, кто-то смотрит на Закея так с презрением. И вы знаете, что-то происходит с Закеем. И Закей вдруг встает и говорит, половина того, что я имею, я раздам нищим, а кого чем обидел, воздам вчетверо. И если вы читаете эту историю, вы увидите, его никто не принуждал, его никто не заставлял, его никто не обличал, ах ты Закеев, мы не видим, Иисус не говорил таких вещей, он просто был у него в доме, они просто кушали, общались, но в тот момент что-то произошло с Закеем, и его отношения к деньгам, его отношения к материальным благам вдруг начинают меняться, и он встает публично и говорит, половина имения раздам нищим, и если я обидел кого, я воздам вчетверо. Что произошло? И вы знаете, именно после этих действий, именно после этих слов Закея, Иисус говорит, ныне пришло спасение дому сему. Спасение пришло не тогда, когда Христос вошел в дом Закея, но именно тогда, когда отношение к жизни изменилось. И мы видим из этой истории о том, что наше отношение к деньгам, наше отношение к материальным благам является показателем в какой-то мере нашей духовной жизни, наших отношений с Богом. мы также знаем есть другая история про богатого юношу. Подходит молодой человек ко Христу и говорит, говорит, Господи, а что мне нужно делать, чтобы иметь жизнь вечную? И ты смотришь на него, богатый юноша, состоятельный, он ищет жизнь вечную. Здорово, правда? Ну ты смотришь, ну говоришь, ну слушай, ну здорово, как здорово, богатый, не просто он как-то транжирит, он думает, он ищет вечную жизнь. И он спрашивает у Христа, что мне делать, чтобы иметь жизнь вечную? И Христос смотрит на него и говорит, ты знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не кради и так далее. Говорит, знаю, соблюдай. И этот юноша говорит, я от юности своей, от юности своей, я не нарушил ни одну из них. И ты смотришь и думаешь, вот это да. Богатый человек, молодой, ведет порядочный, благопристойный, праведный образ жизни, ищет Божьего Царства. И знаете, что Христос ему сказал? Он заглянул в его сердце и говорит, одного тебе не достает. Продай то, что ты имеешь и раздай нищим и следуй за мной. И Писание говорит нам, что юноша тот огорчился и отошел. На что это указывает нам? Отношение к деньгам и к материальным благам показывает, какой человек отражает его духовную жизнь. Мы видим Закхей и видим богатый юноша, мы видим положительный пример и мы видим отрицательный пример. Друзья мои, давайте мы подумаем над этим. Как мы относимся к этим материальным благам? Когда Бог что-то дает нам, когда Бог благословляет нас, когда Он дает возможности нам заработать, дает нам силы, помогает нам, дает нам мудрости, мы получаем зарплату или благословение, наследство возможно, удачная сделка, мы смотрим на эти деньги, мы смотрим на то, что у нас есть, мебель, машина, мы радуемся и благодарим Господа, и говорим Господь, мы благодарим Тебя, потому что Ты достоин, и Ты позаботился о нас, и мы не могли бы иметь это без Тебя, мы просим у Бога мудрости, Господь, дай мне мудрости, чтобы правильно эти деньги расходовать, правильно потратить их, но, знаете, библейская история говорит нам, что однажды Христос пришел в храм, не восторгаться красотой храма, он пришел и сел возле сокровищницы, сел возле того места, куда люди клали свои пожертвования, просто сел и сидит смотрит, почему, зачем он это делал, потому что для него это важно, и он хотел показать это людям, всякий раз, когда мы что-то приносим пред лицо Господа, всякий раз, когда мы что-то даем, Бог смотрит на наше сердце. Итак, я хочу сегодня говорить о материальном служении, что это такое, для чего оно нужно. Обычно люди, но не с охотой хотят жертвовать, когда их призываешь. У нас проблема в церкви есть, когда возникает момент для сбора пожертвований, десятины приношений, так братья и сестры, которые ведут прославление, они так немножко мнутся, так неудобно как-то, и так обычно бывает, когда призывают к пожертвованиям, когда призывают к приношениям, обычно люди чувствуют себя неловко, неуютно, неудобно. И часто бывает так, что неохота жертвовать. Я согласен в чем-то с вами, да. Вот давайте мы подумаем, почему обычно люди не хотят жертвовать? Почему Иисус говорит, давайте, а в нашей жизни такого положения или такого состояния, или состояния сердца не бывает? Обычно люди говорят так, самому не хватает. Такое было с кем-нибудь? Со мной тоже такое было. Ты считаешь, думаешь, Господи, самому ведь не хватает. А бывает так, когда Бог нас благословил 100 рублей, и даже пожертвовать 10 рублей, а когда 100 тысяч? здесь уже мы начинаем мы начинаем считать, а что мы можем на 10 тысяч купить? На 10 тысяч можно прожить. И у нас происходит такая дилемма. Но одна из причин, почему люди не жертвуют, не хватает самому. Еще есть причина. Они не располагают свое сердце, их сердце не расположено к этому. Но Писание нам говорит о том, чтобы мы располагали свое сердце к этому служению. Еще некоторые так говорят, ну что там, о семье надо заботиться. Конечно, нужно заботиться о семье. Но ведь это же не причина, почему я не хочу участвовать в этом, почему Писание учит нам давайте и дастся вам блажение давать, нежели принимать. Одна из причин. Еще а вдруг не туда дам? И самая актуальная такая или популярная причина, а, ну они там деньги собирают. Куда пожертвования эти идут? Пасторы там сядут между собой, поделят. Так мне часто говорят люди. Здесь я жил на Московке и меня встречают, я говорю, приходи в церковь, ну да, ты там хорошо. Один человек как-то говорит, ну да, вы там хорошо, пожертвования собираешь там себе. Я говорю, пошли ко мне в гости домой. Пригласил его в гости. Пришел, посмотрел, говорит, слушай, ну прости меня, а я-то думал, ты, я говорю, ты-то думал, что я в золотых хоромах живу. Смотрю золотой телевизор на серебряном унитазе, да? Он говорит, ты знаешь, на самом деле думал. Это тоже, к сожалению, такое бывает. мы можем видеть, что бывает такое. Но я думаю, что это тоже не причина. Еще, некоторые люди не жертвуют, потому что нет воздаяния. А что толку? Я жертвую, я жертвую, а мне воздаяния нет, а я хочу получить больше. И мы путаем немножко, что ведь это же не бизнес, это не вложение денег в банк. И неправильный мотив лишает тебя благословения. Еще одна из причин жалко, жалко, как-то жалко расставаться, жалко. Я хочу, чтобы мы сегодня подумали над тем, почему мы не участвуем в служении, почему в нашем сердце нет желания служить Господу материальным, там тем, что Бог дает нам. Какие оправдания мы находим себе? Пусть Бог нас благословит. Я хочу еще прочитать несколько моментов и показать в Библии о том, что материальное служение это неотъемлемая часть церкви. Это неотъемлемая часть даже богослужения. Мы можем увидеть с вами в Библии, что всегда собрание верующих людей сопровождалось молитвами и песнопениями. Оно сопровождалось учением апостолов и Божье Слово проповедовалось. Оно всегда сопровождалось общением. Поэтому если вы опаздываете, приходите на собрание и раньше времени убегаете и делаете это из воскресения в воскресенье, вы нарушаете в своей жизни, вы нарушаете ход богослужения в своей жизни. Потому что богослужение сопровождается также и общением написано это жертва общительности, которая угодна Господу. Но еще одна неотъемлемая часть богослужения материальное служение. И мы видим об этом в Библии. Я сейчас вам покажу. Не только молитвы песнопения, не только учение Божьего Слова и проповедь, которую мы слушаем и наставляем свое учение апостолов. Не только общение, но и материальное служение, неотъемлемая часть богослужебной практики в церкви. Давайте мы посмотрим с вами. Я хочу показать первое послание Коринфянам. 16 глава с первого стиха. Здесь апостол Павел дает некую инструкцию. Посмотрите, это в вашей Библии написано. Он дает некоторую инструкцию. Посмотрите. Здесь идет описание церковь Коринфи делает сбор пожертвований для церкви в Иерусалиме. Мы еще этого немножко коснемся. Но мы видим, что церковь в Коринфи узнала, что есть нужда в церкви в Иерусалиме. И они делают сбор пожертвований для того, чтобы помочь этой церкви. И также мы можем с вами увидеть здесь в этом месте часть такую, куда расходуются средства, на что они должны идти. Посмотрите. При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквях галатийских. Посмотрите. Он пишет, церковь в Коринфе дает наставление и указывает, говорит, в галатийских, в галатах церкви уже такое установление есть. Что же это за установление? Сбор для святых. А что такое сбор для святых? Что это значит? Это сбор, который идет для кого? Для верующих людей. Это тоже важно понять. И смотрите, второй стих. В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. Посмотрите. он дает установление и говорит, когда делать это? Когда? Нет. Регулярно. Можно сказать так? Первый день недели. Первый день недели у евреев это не понедельник. У евреев седьмой день недели это суббота. А первый день недели воскресенье. Но евреи и христиане начали собираться по воскресеньям. Почему? Потому что в этот день для них воскрес Иисус Христос. Вот откуда начались собрания по воскресеньям. Это день празднования воскресения Иисуса Христа. И сегодня какой день все сказали? Воскресенье. Ничего не изменилось. Весь мир уже это признает. И мы видим с вами что церковь первая собиралась по воскресеньям первый день недели и что они делали? Он говорит каждый день каждое воскресенье отлагайте у себя он показывает порядок я например как пастор я не знаю какой у вас доход я же не знаю мне и не надо это ваше отношение пред Господом это ваша жизнь мне нет смысла и не интересно даже сколько вы там как может быть вам интересно сколько я какой у меня доход я вам скажу вы можете ко мне подойти я вам скажу но это наши отношения пред Господом и здесь написано установление как каждый из вас пусть отлагает у себя то есть вы смотрите каждую неделю из чего сколько позволит ему состояние вы знаете в этом есть такая важная истина почему я сегодня не могу пожертвовать почему сегодня я не смог ничего принести Господу он не позволил мне это сделать он мне не позволил это сделать почему я сегодня пожертвовал Господу потому что Бог позволил нам это сделать если мы так будем относиться к тому служению которым пред которым которое мы несем мы поймем что это привилегия Бог дает нам возможность или не дает возможность и если он не дает нам возможности нужно задать вопрос почему Бог не дает мне возможности сегодня это сделать а если дает возможность то я должен это осознавать понимать быть благодарным Богу итак как часто нужно делать мы читаем каждую неделю это делала церковь материальное служение была регулярность первой церкви и постоянство регулярность и постоянство я хочу чтобы вы поняли что пожертвование материальное служение в церкви часть из этого стиха видно как часть богослужения она приравнивается так же как служение левитов ведь служение певцов и музыкантов оно требует постоянства регулярности правда они регулярно посещают репетиции они регулярно приходят сюда и они слушат и точно так же материальное служение давайте мы теперь еще посмотрим на одну важную деталь кто должен участвовать в материальном служении может быть только богатые обычно так вон богатые пусть мы так эй ты богатый иди кто здесь написано в первый же день недели второй стих каждый из вас мы видим что это служение касается каждого из нас это возможность каждому из нас например не все могут быть апостолами так написано не все могут быть пророками не все могут быть певцами потому что для певцов необходимо способность или дарование от господа не каждый может быть евангелистом здесь тоже нужно особо но в этом служении может участвовать каждый это для каждого и не говори что меня это не касается это касается и тебя и этому учит божье слово единственное исключение кто не может принимать участие в материальном служении тот кому нечего принести тот у кого нет такой возможности это есть исключение ну а теперь мне хочется тоже немножко показать а сколько ну понятно по состоянию по расположению сердца там некоторые говорят ну у меня я сегодня сердце расположено там на 50 рублей я расположил свое сердце а можно побольше расположить сердце сердце свое самому можно расположить или как как бы по расположению сердца мое сердце расположено а кто его располагает сердце кто располагает вот вчера уже поздно вечером там две сестры звонят мне мы хотим в гости прийти я уже все уже уже надел шорты футболку уже все уже расслабился сижу завтра служение а можно мы придем и мое сердце было не расположено принять их себе домой это ж надо опять я же пастор как-то так надо опять ну напрягать молиться господи какой дать совет мудрый или как побеседовать что и уже поздно время пол одиннадцатого ты думаешь и так сердце было не расположено вот если бы сестры может быть не настояли может быть я бы издался но мы все равно придем и все и я медленно так начал располагать свое сердце чтобы их принять и когда они уже пришли мое сердце было расположено и мы допоздна засиделись слава господу поэтому расположение сердца зависит от нас мы располагаем и так касательно сколько сколько обычно сколько я хочу показать несколько моментов из священного писания несколько ну как бы принципов библии я вижу в священном писании есть три вида материального служения я обозначил их первое это десятина второе это приношение и третье это пожертвование я вижу разграничение ну или как отличие этих трех видов материального служения вижу разграничение и так давайте мы коснемся первое первый вид материального служения десятина библия нам говорит первое бытие 14 глава кто-то сейчас подумал ну это же закон кто-то подумал так я знаю такое бродит но это же закон Моисеев а Иисус Христос нас освободил от закона Моисеева но я хочу вам сказать что принцип десятины появился за 635 лет до Моисеева закон еще помине не было закона синайского евреи еще не жили в Египте даже но уже Авраам первый принес десятину Господу и Яков тоже делал это и если мы говорим мы дети Авраама очень часто так мы так как хвалимся мы дети Авраама если вы дети Авраама делайте так как отец делает давайте мы посмотрим Бытие 14 глава самая первая книга Библии Наверное посмотрим 17 17 стиха когда он возвращался после поражения кедроломера и царей бывших с ним царь Содомский вышел ему навстречу в долину Шаве что ныне долина царская и Мельхиседек царь Солимский вынес хлеб и вино он был священник Бога Всевышнего и благословил его и сказал благословен Авраам от Бога Всевышнего владыка владыки неба и земли и благословен Бог Всевышний который предал врагов твоих в руки твои Авраам дал ему десятую часть из всего из всего имущества которое было у него он отдал священнику десятую часть и он отдал это не просто священнику он дал этот дар Богу в ответ сколько первое что я говорю десятая часть от всего того что чем Бог тебя благословил дальше посмотрим бытие 28 глава здесь речь идет уже о Якове с 20 стиха и положил Яков обед сказав если Бог будет со мною и сохранит меня в пути всем в котором я иду и даст мне хлеб есть и одежду одеться и я в мире возвращусь в дом отца моего и будет Господь моим Богом то этот камень который я поставил памятником будет домом Божьим и из всего что ты Боже даруешь мне я дам тебе десятую часть мы видим опять Яков хочу обратить внимание любителям закона это время до закона еще книга Левитам это уже вот это уже закон Левит 27 глава здесь 30 стих закон Моисеев и всякая десятина на земле из семян земли и из плодов дерева принадлежит Господу это святыня Господня прошу обратить внимание людей которые занимаются сельским хозяйством у кого есть дача Бог благословляет вас мы видим что в закон дает постановление что десятая часть она принадлежит кому Господу уже установлен как закон Авраам и Яков начали давать а Моисей устанавливает уже как закон он говорит это святыня и эта десятая часть не принадлежит уже людям она принадлежит Господу послушайте заповедь не кради она остается в силе по сегодняшний день что значит не кради что когда мы нарушаем заповедь не кради когда мы присваиваем себе то что нам не принадлежит согласны с этим то есть если я увидел вашу вещь присвоил ее себе пользуюсь ей говорю что это мое я согрешил я нарушил заповедь не кради точно так же я могу и украсть и у государства и у какой-то организации которая принадлежит имущество если я не плачу за свет или отматываю там счетчик я не знаю сейчас мудрецы такие есть или откручиваю что-то я ворую у государства электричество энергию и так далее налоги если я не плачу то то же самое но мы видим здесь вещи которые принадлежат Богу и если мы присваиваем то что принадлежит Богу мы обкрадываем Бога и Малахи об этом подтверждал он говорил спрашивал у людей как вы думаете можно ли Бога обкрадывать а он говорит а вы меня обкрадываете как 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 можно у Бога украсть как можно Бога обкрадывать а он говорит а вы меня обкрадываете спросите чем чем мы тебя обкрадываем Он говорит, десятину и приношениями. Он ясно дает понять о том, что люди прикасались к тому, что им не принадлежало. Бог благословлял израильский народ. И вместо того, чтобы десятую часть приносить Господу, они тратили эту десятую часть на себя, как хотели. И тем самым лишали себя благословения, нарушали Божью заповедь. Следующее, я хочу найти подтверждение. То есть, вы видите, по всей Библии я провожу у вас время до закона. Авраам это делал. Яков это делал. Евреи во времена закона это делали. Теперь пришел Христос. И как вы думаете, Христос делал это? Делал он это, как вы думаете? Христос десятину приносил в Дом Божий? Как вы думаете? Или нет? Что вы молчите? Давайте мы откроем с вами Новый Завет. Так, Матфея. Матфея, простите, Луки 11 глава 41 стиха. Подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть. Не из того, что будет. Мы так обычно. Вот когда будет, тогда я что-то дам. А сейчас что у меня? Посчитал свои капухи. Что такое, что тут, сто тысяч, что-то. Он говорит, подавайте милостыню из того, что у вас есть. Тогда будет у вас чисто и дальше. Но горе вам, фарисеям, что даете десятину смятые руты, всяких овощей, и не радеете о суде и любви Божией. Итак, один брат мне говорит, посмотри, Иисус говорит, горе, что даете десятину. Обрадовался. Говорит, ты что, горе, если... Но вы читайте продолжение этого стиха. О чем говорит? Он говорит, горе, что вы даете, делаете это. А в сердце вашем нет ни суда, ни правды, ни любви к людям. И посмотрите, Христос говорит, стоит двоеточие. Это надлежало делать и того не оставлять. Что надлежало делать? Иметь любовь Божью, суд, да? И чего не оставлять? То, что вы делали. Продолжать делать. Итак, мы видим с вами, если кто задает вопрос, сколько, первая, десятина, она прослеживается на протяжении всей Библии. Послушайте, у Христа были бы серьезные проблемы, если бы Христос не давал десятину. Его побили бы камнями несколько раз. Но мы не видим в Библии, чтобы кто-то докапывался к нему из-за этого. Вы не видите. Однажды пришли и искушали его. Позволительно ли платить налоги государству? Вы помните. Позволительно ли давать, подать кесарю? И Христос говорит, принесите мне монету. Ему принесли монету, говорит, что изображение кесаря? Вот то, что государству принадлежит, давайте государству. Но что Богу принадлежит? То, что Божье, то отдавайте Богу. Он дает ясно понять, что есть вещи в этом материальном мире, которые нам не принадлежат. Они принадлежат Богу. И еще раз повторюсь, что это одна из вещей богослужебной практики, материальное служение. Если вы посмотрите Ветхий Завет, вы увидите, Бог говорил о том, как должны расходоваться эти средства. Они должны идти в Дом Божий. Мы об этом еще коснемся, поговорим. На устройство церкви, на устройство служения церкви. Ты не можешь сказать так, что вот я захочу, вот у меня есть десятина, я ее своим родственникам бедным. Или я ее там потрачу еще какое-то, куда я считаю нужным. Нет, Божье постановление было четко и ясным. Принесите все десятины приношения, куда? В дом хранилища моего, чтобы в доме молитвы была пища. Про это он говорил. Итак, первая десятина. Если ты думаешь, с чего начать, десятина. Много это? Много ли это или мало? Много это? Смотря сколько тебе, вот сестра правильно говорит, какая разница, да, это же Божья. Но мы так думаем. Когда у нас мало денег, мы на нее, мы с легкостью отдаем. Но когда у нас много появляется. Хочу, чтобы тоже вы в этом разобрались. Если вы взяли кредит, там нет десятины. Это не прибыток, это вот для вас убыток. Ипотеку там и так далее. Если вы продали свою квартиру, чтобы купить новую, там тоже нет прибытка. Ну, если вы, конечно, удачно продали, вы говорите, мы еще наварились. Или если это не бизнес, продажа квартир, там тоже нет. От всех прибытков Авраама, Якова, от всего того, что ты даешь нам, Господь, мы даем десятую часть. Поэтому вы тоже будьте мудрыми и смотрите. Второе, сколько? Есть такое понятие, как приношение. Приношение – это когда я просто хочу принести. Знаете, мы когда в гости приходим кому-то, да, мы всегда с собой что-то, что-то к чаю, да. Даже как-то неудобно нам. Ну, надо что-то купить. Ну, давай, ну, хоть пряников, хоть бубликов там каких-нибудь, хоть сушки, конфеток, да. И мы как это делаем? Мы смотрим, сколько у нас, да, если у нас хорошее в кармане сумма, мы что-нибудь такое, тортик, да, большой. Если так не очень, ну, печенюшек. Мы приходим, и как мы это делаем? С каким сердцем? Нас кто-то заставляет это делать? Ко мне как-то брат один, говорит, мы к тебе в гости придем, что-нибудь купить. Я говорю, купи колбасы, хлеба. Он, ой-ой-ой. Я говорю, ну ты спрашиваешь, что-нибудь купить? Я говорю, купи. Конечно, нет. Приношение, это мы смотрим, смотрясь по состоянию, что у нас есть. И это я делаю, как хочу. Я могу принести это. Я могу участвовать в этом служении. У меня есть эта возможность, я это делаю. Приношение. Писание говорит, нам мы должны делать это доброохотно. Доброохотно дающего любит Бог. Не с принуждением. Я не знаю, чувствуете ли вы это в нашей церкви. Но мне не хотелось бы, чтобы вы чувствовали, что вас кто-то принуждает. Потому что я верю в то, что если человека принуждают в Божьем собрании сделать материальное служение, это уже сектой попахивает. Понимаете? Это должно быть без принуждения. И мы стараемся с братьями, и мы говорим, чтобы это было без принуждения. Не принуждайте. Люди сами должны. Вы должны знать. Вот вы сейчас знаете. Вы сами должны это делать. Сами ходите пред Господом. Наша задача учить. Наша задача говорить об истинности священного Писания. Чтобы потом проблем не было ни у вас, ни у нас. Мы то, что не учили, вы то, что не знали. Как я помню, мы начинали свое служение в Любино. И тяжелое такое время было. Но я как пастор, я понимал, ну что там люди, не работай, ничего. Ну как? И крутились, как хотели. Мы даже отказались с женой принимать на то время, когда кто-то нам что-то приносил. Мы отказывались. Потому что, чтобы люди не подумали, что мы вот приехали, чтобы что-то с людей поиметь. И мы не брали у людей ни сметану, ни молоко. Если нам что-то давали, мы старались кому-то отдавать. Мы так жили. Наш это было решение, наш выбор. Я помню, мы сделали такой ящичек. Ну, я читаю в Библии, написано, это должно быть. Мы сделали ящик и поставили его там с краю у входа. И просто проводили служение где-то полгода. И ничего не говорили. И я помню, на одном собрании одна сестра встает. Денис, скажи, а что там за ящик у нас стоит? Я говорю, ну ладно, я прочитаю. Я открыл Библию, начал читать, откуда это, чего, как. И мне претензию выставили. Говорит, ты почему полгода молчал? Ты почему нам не говорил про это? Мне стало стыдно. И я сделал урок, и для себя я сделал вывод, что обязанность проповедника и служителя – научить людей сказать, а не упускать и возвещать всю волю Божью, которую говорит Господь. Всю волю Божью. Поэтому пусть это будет благословением для вас. Пусть это будет как возможность участвовать в служении, когда у вас что-то есть. Отлагайте у себя. Приносите в Дом Божий. Служите, как Писание говорит, чти Господа от имения Твоего. И если я совершаю это пожертвование, если я совершаю вот это приношение, это для меня привилегия. Бог дал мне эту возможность, и я делаю это. Итак, приношение. Делайте это с радостью. Об этом говорят с радостью. Если вы принесли пред Господом, положили, а потом – ай! Ну, хотя и бывает такая ситуация. Я слышал такую историю. Брат один в один карман положил 500 рублей, в другую – 5000. Ну и думает, так, значит, 500. Так он сейчас будет проходить. Так, 500 – я Господу, 5000 – это мы потом поедем там в Мегу. И вот он. Ну и как так карманы перепутал он? Ты разволновался, может быть. Перепутал раз, а уже все. А как там уже найдешь? Как там найдешь уже? И был научен. Он был по-своему научен. Это был в его жизни опыт определенный. Его урок. Его отношение с Господом. Что он там перед Богом делал, что Господь сделал так, что он перепутал карманы. От всего того, что Бог дает вам. Если вы считаете, что это ответ на молитву, что Бог дал вам, сделайте это. Ваши огороды. Знаете, почему у многих людей ничего не растет на огородах? Потому что написано, даже с полей приноси пред лицо Господу. Первые плоды кто съедает на деревьях? Садоводы. А Библия что говорит? А первые плоды посвящай Господу. А мы их сами съедаем. А потом задаем вопрос, что у нас все яблоки опали, черви все посгрызали, воры залезли и украли. А Бог может благословлять нас? Я много раз встречал, у нас сестра одна, тоже в Любинском районе, два поля, и ее поле посередине картошка. И она верующая, а соседи неверующие такие, с сухмылочкой. Мол, типа, Люда, у тебя там бурьяном заросло все, ха-ха-ха, иди с Господом повыдергивай. Она, ну, детей много не успевала где-то прополоть. В некоторых местах и бурьянчик был. Но, знаете, пришло время урожая. У этих соседей колорадский жук все съел. А к ней хоть бы один жук заполз. Говорит, ходила и искала. Вот разгорождение. Смотрю, говорит, у них вот на леске сидит колорадский, ко мне не перелазим. Как будто забор у них там какой-то для колорадских жуков. Смеется тот, кто последний смеется. Наталья знает эту сестру. Она с этого поселка родом. Слава Господу! Третье. Вид материального служения. Пожертвование. Десятина приношения и пожертвования. Пожертвование от слова жертва. Что это значит, жертва? Мы можем глядеть на Иисуса Христа, как на жертву, Он отдал свою жизнь, последнее, лучшее. Вот пожертвование, это когда я отдаю, может быть, последнее. Когда я отдаю лучшее. Когда я говорю не так, что на тебе Божие, что мне не гоже. Это не является пожертвованием. Можно отнести это к приношению, но и то Писание говорит, лучшее приноси Господу, лучшее. А мы же как, картошечку собрали? Крупную в одну сторону, мелкую в другую. Мелкую поделили пополам, это на семена, а вторую половину в церковь. А бездомных, какая равенца их чем кормить? И едим хорошую картошечку. Так обычно, да? А Библия говорит, лучшее приноси Господу. Лучше. Потом мы задаем вопросы, почему в нашей жизни что-то происходит? Что посеешь, Писание говорит, то и пожнешь. Давайте и дастся вам, меру добрую, утрясенную, нагнетенную, переполненную, отсыпят в лона ваша. Бог обещает, знаете как, не так присыпало, насыпал, переполнил, утрес, еще насыпал. Так Бог дает. Поэтому пожертвование, это когда мы жертвуем, когда мы даем, и это может быть, отразится как-то на нашей жизни, это отразится на нашем материальном, но мы видим какую-то нужду. Кто из вас было такое? Последнее отдавали когда? Было такое? Последние деньги отдавали куда? За кредит или? Или благословить кого-то? Вы видите, нужда у человека, вы его благословили, пожертвовали. Вот это и есть пожертвование, то есть когда вы отдаете. Есть вопросы какие-то, друзья? Следующий вопрос. А на что? А на что? Ну правда, это важный вопрос. Или нет? Или не важно? Материальное служение. А на что я жертвую? Вот давайте мы посмотрим, я несколько моментов тоже покажу из Священного Писания. Первое мы увидели, на нужды святых, на нужды церкви. В церкви в Иерусалиме была проблема, голод или гонения там были, они собирали для них. Но еще я хочу показать вам. Первое в Фессалоникийцам, пятая глава, это тоже Новый Завет. Как вы, нормально воспринимается? Так, внутри ничего там? 12-13 стих. Павел пишет. Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе и в разумляющих вас. Это уже про себя, мне приятно читать это место. Но Павел писал это к собранию. Он говорил, просим уважать трудящихся у вас, предстоятелей ваших в Господе, в разумляющих вас. 13-й стих. И почитать их, преимущественно с любовью, за дело их, будьте в мире между собою. Умоляем также, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте молодушных, молодушных поддерживайте слабых. Вот мы видим здесь, он пишет об уважении и об отношении, о почтении с преимуществом к людям, которые в церкви трудятся, предстоятели, служители. Теперь посмотрим 1 Коринфянам 9 глава. Еще один текст. Здесь 7 стиха. Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, насадив виноград, не ест от плодов его? Кто, пася стада, не ест молока от стада? По человеческому ли только рассуждению я говорю? Не то же ли, говорит и закон? Ибо в Моисеевом законе написано, не заграждай рта у вола молотящего, а в Аллах ли печется Бог? Вы видели вол молотит, который в фильме, или, может быть, кто-то реально видел, когда мельничный, да, этот, жернов, и вол по кругу ходит. Вы видели когда-нибудь такое? И вдруг у этого вала или осла на морде мешок какой-то. Видели? Для чего? Чтобы не думал о еде, чтобы работал и о еде не думал, чтобы не останавливался. Вы знаете, остановился, покушать надо. Остановился, надо думать, где жить, на что жить, где купить хлеба и так далее. И уже перестает заботиться о Доме Божьем, перестает служитель заботиться о церкви. Поэтому Писание здесь, оно учит. Посмотрите 10 стих. Или, конечно, для нас говорится. Так для нас это написано. Ибо кто пашет, должен пахать с надеждою. Кто молотит, должен молотить с надеждою, получить ожидаемое. Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное? Если другие умеют, в вас власть более, не более ли мы? И Павел здесь пишет, он говорит, а мы не пользовались этой властью, но все переносим, дабы не поставить, какой преграды благовествованию Христову. Итак, мы видим, на что поддержка служителей церкви. Люди, которые пекутся более о Доме Божьем, о Церкви Божьей. Еще одно место хочу подтверждить. Галатом, 6 глава. Шестой стих. Посмотрите. наставляемый, что делай? Делись всяким добром с кем? С наставляющим. Наставляемый, делись всяким добром с наставляющим. Поэтому, одна из, ну, как, расходований средств поддержка служителей. Следующая, миссионерская деятельность. У меня уже нет времени, но филиппийцам 4 глава, 15 стих говорит об этом. 2 Коринфянам 11 глава, 8-9 стих. Он говорит о том, что Божье Слово должно распространяться, и мы должны поддерживать миссионерское служение. Я помню, Вадим у нас, они несли служение в Молдове, поехали туда, оторвались, посвятили это время там на служение этому народу. И мы тоже поддерживали их. И сейчас у нас есть друзья в Грозном, наши братья и сестры. Мы участвуем в распространении Божьего Слова финансово, потому что, чтобы поехать в деревню, например, нужен бензин, нужно соляра, нужно топливо, нужно что-то покушать этим людям. Миссионерская идея, и, конечно, помощь бедным, об этом все, об этом мы читаем и можем видеть, помощь бедным, нуждающимся людям церковь должна совершать добрые дела. Друзья, братья и сестры, пусть Господь благословит нас. Нужна ли отчетность? Должно ли это быть? Да, Писание говорит о том, что апостолы никогда не брали деньги в руки. Когда собирались пожертвования, то эти пожертвования приносили к ногам апостолов. А кто же должен брать в руки деньги? Люди, которые исполнены Святого Духа, люди, которые неответственны, люди, которые честны. Они собирают пожертвования, считают пожертвования, и они дают отчетность. И это должно быть в Церкви Божьей, и должно быть установлено. И мы знаем с вами, что Иуда Искариот, он нарушал Божью заповедь, он крал Божьи деньги, он был вор, и конец его нам всем извести. Последнее, что я хочу сказать. Много заповедей, уставов и порядков, которые Бог назначил в Божьем Слове, они несут в себе обетование. И одно из обетований материального служения через это Бог желает не просто нам показать наше отношение к Богу и к материальным благам. Не просто Он желает выработать в нас какое-то послушание. Именно через это служение, именно через материальное служение Господь желает благословить нас. Книга Малахи, третья глава, я хочу, чтобы мы прочитали с вами последний текст. Десятый стих третьей главы. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме Моем была пища, говорит Господь. Не открою ли я для вас отверстий небесных, не изолью ли для вас благословения до избытка. И дальше Он говорит, я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные. Виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф. И блаженными называть вас будут все народы, потому что вы будете землей вожделенную, говорит Господь. Бог даже говорит, испытайте меня в этом. Проверьте меня, если вы не верите. Да благословит нас Господь. Я желаю всем нам иметь правильные отношения с Богом, правильные отношения с тем или правильные отношения к тому, что Бог дает нам, чем Он благословляет нас. Быть благодарны Господу за Его милость, служить Господу, чтить Его имя от того, что Бог дает нам. Аминь, друзья. Аминь. Давайте мы встанем наши ноги, помолимся. Дорогой Господь наш, Небесный Отец, мы благодарим Тебя сегодня за это собрание. Спасибо Тебе за слово, которое мы, Господь, сегодня слышали, что Ты нас научаешь и что Ты вразумляешь нас, Боже. Благослови нас, Господь. Спасибо Тебе за то, что Ты о нас заботишься. Ты посылаешь в нашу жизнь благо. Ты даешь нам здоровье, силы, мудрости, возможности что-то иметь. Просто благословляешь нас. Спасибо Тебе за все, что мы имеем. Дай нам, Господь, такую возможность служить Тебе, чтить Тебя от нашего имения во имя Иисуса. Ты знаешь, может быть, здесь в церкви есть люди, которые имеют нужду, Господь, у которых есть, возможно, какие-то долги, трудности. Благослови, помоги Господь им во имя Иисуса. Спасибо Тебе за все, добрый Бог. Мы поклоняемся Тебе и благодарим Тебя и славим Тебя вечно живого Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Слава Господу, дорогая церковь. Сейчас еще, да, можно присесть, да? Присядьте, пожалуйста. Хочу попросить в среду мы улетаем в миссионерскую поездку в одном. Это Чечня и Беларусь. Это где-то, наверное, две недели нас не будет. Я еду с сыном и с нами еще Вадим Ваганов уезжает. Вадим в один конец билет взял. Мы с Максимом в два конца, если Бог позволит, Вадим в один конец. Он едет туда помогать братьям нашим, сестрам. Поэтому я прошу, чтобы вы в это время молились за нас, вспоминали в своих молитвах. Хорошо? Пусть Бог благословит. У нас есть именинники. Те, у кого было день рождения в декабре и в начале января. Я хочу пригласить вас сюда вперед, чтобы вы имели возможность получить от Бога благословение и чтобы мы могли вас благословить в молитве. Это Кригер Владислав. Если здесь в зале, пожалуйста, выходите вперед. Если нет, может быть, смотрите онлайн. Также будем поздравлять и благословить. Асачакова Инга, Ванжа Иван, Гердюкова Галина, Кузьмина Наталья, Петряев Игорь, Коваль Пелагея, Чернявский Юрий, Сурвилов Александр, Дауберт Ирина, Дерябина Ирина, Кашин Дмитрий, Дериндяева Валентина, Максимов Дмитрий, Пичугин Евгений, Акименко Мария, Бекбулатова Елена, Назаренко Лариса, Юдицкий Дмитрий, Абрамов Севолод, Кондратьева Светлана, Причина Татьяна, Торшина Наталья, Хохалиф Антон, Шипаила Сергей, Извеков Василий, Ципуркина Галина, Гаврилова Валентина, Плющева Наталья, Другов Виталий, Федорова Александра, Сергань Сергей, И Тарасова Тамара, Сегодня у нее день рождения. Слава Господу! Мы вас поздравляем, От всей души желаем вам благословения, Процветания в Боге, Духовный рост, И пусть благодать Божья будет с вами. Давайте встанем, помолимся И благословим наших друзей, Наших братьев, сестер. Дорогой наш Господь Иисус, Мы прославляем Твое святое имя И благодарим Тебя за наших братьев, сестер. Спасибо, что Ты дал им рождение, Господь, И больше всего мы благодарим Тебя, Что они сегодня имеют второе рождение. Господи, Ты укрепи и благослови, Чтобы они держали, что имеют, Чтобы никогда не предали, Не свернули с Твоего пути. Благослови, чтобы они всегда помнили, Господи, Тот момент, когда Ты пришел в их жизнь, Изменил, дал спасение. Во имя Иисуса Христа, Пусть Твоя благодать пребудет с ними, Господь, и самый лучший подарок, Который можем мы сделать, Это помолиться и благословить. Потому что Ты знаешь намерение сердца, Ты знаешь, в чем они имеют нужду, Господи, И кто о чем просит Тебя, Господь. Пожалуйста, Ты воздай и благослови. Всей церковью мы благословляем их И молимся во имя Отца и Сына И Святого Духа. Аминь. Будьте благословенны. Храни Вас Господь. Церковь. Пару объявлений и будем молиться о нуждах. Напоминаю, что в конце января состоится крещение. Кто принял такое решение, посвятить свою жизнь Господу, заключить завет посредством водного крещения, Пожалуйста, обращайтесь ко мне за информацией, когда это будет. Основные мероприятия и служения, которые проходят в церкви Ниеме, вы можете посмотреть при выходе и внизу на стенде. И такое объявление есть нужда. В Исселькуле, в реабилитационный центр необходимы подушки, одеяло, матрасы, может быть, ковры, мебели вообще нету, очень нуждаются кровати, стол нужен. Если есть какая-то мебель, кровати, матрасы, подушки, есть нужда в этом, в Исселькуле, в реабилитационный центр недавно открыли. И также поддерживайте молитвой тоже, чтобы все Господь устроил. Не забывайте на ремонт ящичек при выходе, жертвуйте. И давайте помолимся о нуждах. Дорогой Господь наш, Отец Небесный, Боже, мы благодарим Тебя за Твою милость к нам, за любовь Твою благодать, Боже. Благодарим и славим Тебя, Бога истинного. Боже, молимся об этих нуждах, Господь, отдаем их в руки Твои. Ты знаешь, всякое прошение, всякую молитву слышишь, Боже. Мы все отдаем в Твои руки, Господь, потому что верим, что Ты, как любящий Отец, печешься о нас, Господи. Ты знаешь все эти прошения. Может быть, кто-то болен в немощи, Господь, просит исцеления, Отец. Яви милость свою, Боже, яви благодать свою, Отец. Ответь. Мы особенно просим за Аню Кудрявцеву, Господи, яви благодать свою, Боже. Да будет все по воле Твоей, Спаситель наш. Благослови все эти нужды. Ты знаешь, какие-то, может быть, проблемы есть финансовые, Господь, или в семьях, может быть, с детьми, может быть, с работой, с жильем, Господь. Мы знаем, Господь, что Ты печешься. Мы и все отдаем в руки Твои, Господь. Научи нас искать прежде всего Твоего царства и истины Твоей, Господь. И верим, что все остальное Ты приложишь, Боже. Мы славим Тебя, мы все отдаем в Твои руки, Отец наш. Уповаем на Тебя только, Спаситель наш и Бог наш. За все благодарим и славим Бога истинного, Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Прославим еще Господа. Сына и Святого Духа. Буду ходить без лицов Господних на земле живых И возвещать о телах Господних, о чудесах Твоих. Ибо душу мою Ты спас от смерти, очи мои от слез, Ноги мои от предновенья, Царь мой Иисус Христос. Ибо душу мою Ты спас от смерти, очи мои от слез, Ноги мои от предновенья, Царь мой Иисус Христос. Превосносить Тебя и славить буду вновь и вновь, Ибо душу мою Ты спас от смерти, очи мои от слез, Ноги мои от предновенья, Царь мой Иисус Христос. Ибо душу мою Ты спас от смерти, очи мои от слез, Ноги мои от предновенья, Царь мой Иисус Христос. Нету других богов на свете, Только ты один. Ты повелел и солнце светит, Грей теплом своим. Ветер в лесах шумит листкою, Птицы тебе поют, Я жажду встретиться с Тобою, Я этой встречи жду. Ибо душу мою Ты спас от смерти, Очи мои от слез, Ноги мои от предновенья, Царь мой Иисус Христос. Ибо душу мою Ты спас от смерти, Очи мои от слез, Ноги мои от предновенья, Царь мой Иисус Христос. Царь, Царь мой Иисус Христос. Царь мой Иисус Христос. Будьте благоволенны! Пусть Господь хранит вас!